Всем приветики! С чего бы так начать? Информации очень много и начнем с моего веса тела. Многие переживают, что я потерял много и ребятки, я хочу сказать, не переживайте. Самое главное это улыбка на моем лице, правильно? Если человек улыбается, значит что-то в жизни происходит правильно. Многие люди переживают просто так, потому что им удобно переживать. Вместо того, что переживать, нужно просто человеку звонить и спрашивать, как у него дела. Тогда переживать не надо. Плюс, если посмотреть на мои посты, ну я улыбаюсь, я счастлив, и все мои видео, они позитивные, от них идет энергия. Может мне так кажется, я не знаю. Извините, если не так, может если что-то придумал, живу с какой-то своей виртуальной реальностью, что ли, в своей матрице. Вот, поэтому, да, ребятки, не переживайте, никто не переживайте, особенно родные. Вот, хотя я понимаю, это инстинкт, людям нужно о ком-то заботиться, и это нормально, это мы все понимаем, принимаем. Вот, кто-то может переживать, что я не кушаю мясо и другое производительство животного происхождение. Ну, ребят, извините, пожалуйста. Я все чувствую, опять же, классно. Я высыпаюсь, нету сонливости, есть энергия, есть чувствование жизни, цвета стали ярче, и вы просто не знаете то, что вы не знаете. И все что-то стараются посоветовать, объяснить, научить. А я же даже не спрашивал. Это так все интересно. Ну, тоже приходится соглашаться и говорить, ага, окей. Вот, все какие-то такие ученые, сразу умные. Думаю, что я с дураками общаюсь, да, и просто играю в христики-нолики. Нет, ребятки, все же дело очень серьезное. Люди, которые меня окружают, далеко не глупые люди. Высоко осознанные, прокачанные, начитанные, и не только люди. Ну, что вам еще сказать? Давайте я вам что-то другое лучше скажу, да? Что бы в вашей жизни не происходило, всегда верьте в себя. Всегда слушайте себя, слушайте свое тело, свой внутренний голос. Вот, чтобы к нему достучаться, чтобы познакомиться с этим голосом, нужно немножко себя перезагрузить, да. Голод, действительно, дает то чувство, когда ты понимаешь, о, вот это я. Впервые в жизни начал говорить, о, а то-то я разозлился, а то-то я сделал неправильно, да? У тебя появляется чувство контроля над собой, ты начинаешь наблюдать и видеть себя со стороны. А раньше бы твое эго тебе никогда бы не разрешило даже сказать, да ты что, я, типа, не виноват, это ты виноват, да? Настолько эго гордая, что ты, ух ты, что, не подходи. Сейчас каждый мельчайший свое, да, вот, шаг в негатив я сразу чувствую и могу сказать, нет, это неправильно, это нехорошо. И я всегда так сейчас это делаю, раньше такого чувства не делал, поэтому, да, нужно, нужно познакомиться с этим голосом, ну, а как вы можете познакомиться с тем, о чем, о чем вы даже не знали, да? Вам кажется, то, что вы знаете, это все, это предел вашего совершенства. Оказывается, это только начало, это просто погреб, я бы сказал, вот так вот. Ну, это ваш выбор, ребятки, потому что информации много, информация приходит, просто вы не слышите, но она потом приходит опять, в какой-то момент вы ее услышите, когда нужно будет, вот. Вот, видите, да, вот у меня, в принципе, очень много позитива, у меня много чего хорошего говоря, туда-сюда. И тут тебе только маленький, дали кусочек негатива, и все, тебе накрывает. Это тоже, да, вот, наблюдение, негатив, очень сильная энергия, да, и маленькая капелька сразу может бух. Ну, сейчас я это думаю, я это осознаю, собираю кулачок и просто, пфф, это все иллюзия, это все нет, потому что все классно. Все остальное, просто уроки. Вот, и нужно учиться это воспринимать, принимать, глотать, просто, просто любить. Все хорошо, все классно. Да, такая вот коротенькая лекция для людей, которые смотрят. Продуктивный день. Много о чем пришлось передумать и вдумать. Многих хочется поменять, научить, но, к сожалению, не имеешь права, потому что у каждого свой контракт, каждый живет на своем уровне, туда достучаться вниз не всегда получается. Можно только своим примером и с любовью подавать. Кому нужно, он спросит в какой-то момент. Ну, не все сразу, не все резко. Нужно не спешить, да. Поспешишь, либо не спешишь. Вот. Много историй слышал, много чего знаю. Просто люди не спрашивают. Люди только свои комментарии дают. Это так смешно. Но самое главное, чтобы в вашей жизни был человек, на который вы хотите быть похожи, что ли. Мысль которого вас заставит задуматься, да. Даже если вы считаете, что вы правы, вы спросите этого человека, да, скажите честно. И он скажет, что вы нет. Я так, окей, я с тобой соглашусь. Потому что я не идеален, я еще расту, я могу это не понимать и не видеть. Вот. Поэтому обратите внимание, кого вы слушаете, с кем вы дружите, от кого вы учитесь, да. И что еще понял, что безумно хочется помочь людям, которые в Украине, где-то там вот в наших странах, в России, не знаю, в поселках маленьких городках, которые просто зомбированы телеящиком и ничего не видят. И это так страшно. Это просто пипец. Просто одно и то же по кругу. Ребят, у меня каждый день что-то новое случается. Каждый день что-то читаю, что-то слушаю, какие-то трудности это преодолеваю. Меня просто школа, не знаю, длиной в жизнь. А вы там все, не знаю, остановились, что ли? Даже не пробовываете. Выходите с этого. Пушить, толкать себя. Поэтому совет выходите, слушайте. Доступ информации у всех одинаковый. У всех есть интернет, да. Просто всех зона комфортная, никто ничего не хочет. Это никому не выгодно, никому не выгодно ваше развитие. Только вам самим, да. И в данный момент я являюсь вашим будильником. Я будильник для всех. Я показываю, какой может быть жизнь, какое может быть мышление, отношения и все остальное. И людям, которым это нравится, они просто идут за мной, они со мной сотрудничают, мы общаемся и развиваемся вместе. А вместе это вообще такой поток, такая сила, что можно, ух, мир менять. Но мы не знаем то, что мы не знаем. Опять же, повторяюсь. Слава богу, я нахожусь в Нью-Йорке. Здесь есть доступ ко многим ключам, инструментам. С использованием каких можно много чинового узнать о себе, о вселенной и так дальше. Все, буду заканчивать. Обычные пять минут сегодня получилось восемь. Вот так вот. Все налепил. В будущем, я думаю, будет более качественное видео. Потому что нужно больше нести информацию, чтобы люди смотрели на телевизор, зомбоящик. А лучше пусть меня хотя бы послушают. Или бы друзей, которые меня окружают. Вообще в планах есть, конечно, это все раскручивать. А с другой стороны, смысл. Есть только здесь и сейчас. Если ты в прошлом, думаешь о прошлом, ты просто сейчас, ты пропускаешь сейчас. Просто пропускаешь. Либо в будущее. Но будущее, ладно, но прошлое вообще пипец. Нужно учиться жить здесь и сейчас. Это самое главное. Когда ты здесь сейчас, все больше ничего не важно. Не важно. Деньги, то все. Все придет. Главное, чтобы правильно жили, правильно мыслили. Все с любовью, все на позитиве. Бам. Ну, ребятки, это на сегодня день. Приходите, давайте общаться, спрашивайте. С любовью и радостью отвечу. Не бойтесь быть наедине с собой. Только ты начнешь развитие. И если у нас есть счастье в самом себе, тогда вы сможете дарить, отдавать его другим людям. Такая вот сегодня будет истина. Такие знания. Такой вот идет поток. Еще раз благодарен школе. Первый шаг. Школа, которая находится на Бали, которая занимается исцелением, очищением людей. Которые благодаря правильному питанию, осознанному здоровому питанию и голоданию, просто творят чудеса с людьми. Но вы, опять же, об этом не знаете, потому что вам говорят, нужно жрать, 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 жрать. Просто жизнь прож... Жрать, жрать, спать, жрать, спать, жрать. Это все конвейеринг, в котором вы стоите и все. Никому лично это не говорю. Говорю сам себе, наверное, даже. Но кого-то может тронет, а кого-то нет. Это вам. Еще такая фраза, как там, я сказал на днях. Ты говно. Ты говно. Я так... Почему я говно? Ребят, не важно, что вам говорят. Важно, что вы чувствуете. Если ты понимаешь, что ты не говно, что тебе обижат, что на тебе сказали говно, да? Но ты сам передаешь сил словам. Например, если вам скажет ребенок, ты говно, ты не примешь это близко к сердцу. Так, окей, посмеешься и все. А когда тебе взрослый человек говорит, все, вы сразу передаете, эго включается, обидно, неприятно. Подумайте об этом. Кого вы слушаете? Есть ли смысл? Отключайте, отключайте. Это все-таки бред. Человек несчастный, да? Человек без любви. Он, конечно, будет делать плохие дела. А вы будете судить и еще из-за этого казнить. И что-то плохое дело. Нельзя, нельзя. Нельзя злом отвечать на зло. Только с любовью все, да? И в плане этого религия, конечно, дает хорошие советы. Бесспорно. Но есть что-то и выше религии, еще другие религии есть, которые тоже, думаю, полезно изучать, да? Нужно быть всеразвитым. Нужно запихивать в себя как много больше. Если у вас такая возможность, пожалуйста, развивайтесь. Задавайте вопросы. Не будьте уверены в чем-то на 100%. Информации очень много. И вы с такой уверенностью говорите, я знаю, то моя цель всегда быть голодным. Всегда говорить, нет, я не знаю, я не уверен. И еще, и еще, и еще, да? И сейчас прихожу к тому, что хочется просто молчать. Хочется сказать, окей, ты прав, да? Хочется просто наблюдать. Все, ребят, извините, немножко запоносил вас. Надеюсь, мой лексикон вам зашел. Вот. С любовью с Нью-Йорка. Все самое хорошее еще впереди. Обещаю. Всех люблю. Добра. Субтитры сделал DimaTorzok